Привет! Сейчас будет презентация моей игры. Сейчас я уберу всё лишнее. Итак, это игровое поле. Слева играют люди, справа природа. Мутант, мутированные зерги, мутированные насекомые. И каждый из них пытается захватить мир. Я игрок. Ты, допустим, игрок. Ты играешь за людей. Против тебя играет компьютер. Либо против тебя может играть другой игрок. Это всё на твой выбор. Тут неограниченные возможности. Смотри. Начинаем первый раунд. Ты выбираешь, что построить. Я выбираю построить обычный танк. Вот самый обычный танк. С пулемётом и с обычной пушкой. Теперь берём игральный кубик. И узнаем, что построит насекомый зерк. Кидаем кубик. Выпала цифра 3. Он строит летающего осьминога, который называется контролёр. Контролёр с возможностью 50 на 50 процентов может законтролить экипаж любой техники, любого танка. И подчинить его себе. Кидаем кубик. Выпала шестёрка. Он законтролил танк. И сейчас у него закончилась мана, перезарядка. Он должен отдохнуть. Пока что он не висит в воздухе. А танк принадлежит зергам. Это был первый раунд. В нём я проиграл. Второй раунд. Я делаю... Я делаю танк... Огнемётный фугас-танк. Его особенность в том, что он выстреливает огнемётом, огнемётным снарядом, который зажигает всех наземных противников. Поджигает их. Но не убивает за раз. Они умирают постепенно. Но воздушных не трогает. И таким образом он успевает выстрелить и поджечь танк. Так, танк выстреливает в фугасный танк мой. А кальмар не может законтролить мой танк, потому что у него перезарядка сейчас идёт способности. Таким образом я теряю огнемётный фугасный танк. А этот танк горит. Но он всё ещё в действии. А в это время, что сделал во втором раунде, что сделал муравей, зерк? Единичка. Юпло-единичка. Он сделал улетающего камикадзе. Он может сделать либо одного, вылупиться из яйца, может либо один, либо два. Сейчас кидаем кубик. Шестёрка. Выпало два камикадзе. Они быстро подлетают и врезаются в танк, в технику, в любую, либо в здание. Против них может помочь только зенитный танк. Итак, третий раунд я проигрываю. Третий раунд я делаю зенитный танк. Выстреливаю им в контролёра. Уничтожая его. И в это время один из летунов, камикадзе, врезается в зенитный танк и уничтожает его. Потому что у зенитного танка перезарядка. Этот танк сейчас, следующий раунд, он догорит. Итак, следующий раунд. Я делаю ещё один зенитный танк. А он делает... Выбала пятёрочка на кубике. Он делает летуна. Вот не повезло. Ну, с другой стороны повезло. Выстреливаю в камикадзе, потому что оно быстро подлетит и подорвёт танк. А летун, он атакует... Но не сразу уничтожает. Поэтому камикадзе исчезает. У танка перезарядка. Его пока что атакует летун. Следующий раунд. Я делаю ещё один зенитный танк, чтобы защититься от летуна. А компьютер, противник, делает... О, шестёрочка выпала. Делает слона. Ультралиск. Огромный танкующий монстр, который медленно бежит, но очень мощно атакует ближнего. То есть, танкующий. Он сблизи атакует своими вот этими лапами. Специальными вот этими. И против него может помочь только... Против него эффективен именно танк-ракетница. Потому что пока он бежит, танк выпускает ракету, и она его разрывает. Но у меня нету танка. Я уничтожаю летуна вот этим. А... Ультралиск уничтожает... Мои зенитные танки. Следующий раунд. Я делаю... Танк-ракетница специально против... Ультралиска. Он делает... Единичку. Ох... Он делает... Айр-камикадзе. Кидаем кубик, сколько он сделал. Пятерочка выпала, он сделал два. Танк успевает выстрелить в... В этого слона. Ультралиска. Уничтожить. А... Камикадзе уничтожает танк, потому что он беззащитный. Один из них... Один остается. Следующий раунд. Я делаю... Зенитный танк. А... Противник делает... Цифра три выпала. Делает контролера. Вот сложная ситуация. Что же мне сделать в этой ситуации? Уничтожу ракетой... Камикадзе, конечно же. Потому что он... Потому что это, мне кажется, более разумно. А контролер... Вариации 50 на 50. Сейчас кинем кубик. Выпала цифра три. Он не смог контролить... Законтролить экипаж ракетницы. Но и ракета не может его уничтожить, потому что сейчас перезарядка. Тогда... Я делаю... Что же мне сделать? Я делаю танк... Обычный. А... Муравей... Точнее, зерк... Можно по-разному называть. Идет на хитрость. Он делает... Здание. Делает здание. Исследование. Лабораторию. Это такая лаборатория, где исследуются разные вирусы. И кое-что, что вы дальше узнаете. И когда он делает здание, он не может сейчас сделать одновременно здание и воина. Итак... Значит, я... Сейчас кинем 50 на 50. Сумел лицеконтролить. Этот осьминог мой танк. Сумел. Танк не может атаковать мой обычный танк. Поэтому мой обычный танк уничтожает зенитный танк. Потому что он под контролем этого осьминога. Осьминога сейчас перезарядка способности. Сейчас я делаю зенитный танк. Уничтожаю осьминога. Хотя давайте посмотрим, что сделает противник перед этим. Двоечка выпала. Цифра 2. Он делает краба, который закапчивается. Он приземистый. Особенность этого краба в том, что по нему не может попасть ракетный танк. Соответственно, в него не может атаковать зенитный танк. Но его может атаковать обычный танк из пулемета. Он очень приземистый. Он закапывается под землю. И если дальше ему изучить, он может быть невидимым. Глубоко закапываться и атаковать технику противника глубоко из-под земли. Для этого нужно будет специально сделать изучение. Сделать специальный танк. Покажу вам дальше какой. Итак, значит, зенитный танк уничтожает контролера. А обычный танк уничтожает краба. И у них сейчас перезарядка. Следующий раунд. Так, чтобы сделать. Сделаю... Сделаю... Сделаю тоже здание. Здание исследований. А противник... Противник сейчас... Лучше ему сделать... Нет, противник исследует... Противник исследует закопку для краба. Глубокую закопку в своем вот в этом здании. И мой танк сейчас атакует его здание. Здание повреждено. Но оно еще целое. То есть, оно получило... Одну треть ранения. Если в него еще выстрелить несколько раз, то оно будет уничтожено. Итак... Следующий раунд. Так, подожди. Они исследовали закопку, а я... Что я исследовал... Сейчас почитаю. У меня есть текст. Я могу исследовать робототехнику. Я могу исследовать танк Армагеддон. А, я исследую радар. Специальный танк... Специальный радар, который обнаруживает подземного окрава. То есть, контур исследования. Исследование. Сейчас я вам это покажу. Секунду. А где радарты? Странно. Здесь нету радара. Так, с радаром. Секунду. Сейчас я поищу. Он должен быть. По-моему, это вот это. Да, вот. Сейчас. Секунду. Вот так выглядит радар. Хорошо. Давайте просто сделаем сейчас. Секунду. Секунду. Пускай будет здесь радар. Так. А противник делает... Цифра 2 выпала. О, как раз делает краба. Который глубоко закапывается. Но радар его обнаруживает. И в него выстреливает именно вот этот танк. Обычный танк. Подбивает его. Обнаружив, где он закопался. То есть, он закапывается, краб. И когда он атакует, он вылазит и из-под дна атакует. И в это время его атакует. Если есть радар обнаруживающий, то его атакуют обычно танк. Но ракетный танк не может его атаковать. Так, краб уничтожается. Следующий ход. Я делаю... Сейчас, секунду. Ну ладно. Эту версию потом разберем. Так. Я делаю... Танк-ракетница. А противник делает... Четверочка. Выпала. Делает камикадзе. Это такой переполненный зеленым слизью мутированный муравей, который быстро катится. И единственное, кто его может уничтожить, это без потерь. Это ракетный танк. А если обычный танк, то он просто врезается в него. Тот в него стреляет, но просто ранит. Тот продолжает катиться и врезается в него, и уничтожает. Поэтому камиказа уничтожает ракет. Ракетницы. На расстоянии. У ракетного танка сейчас перезарядка. Этот танк продолжает атаковать здание. У здания осталось половина жизней. Что я делаю теперь? Сделаю на всякий случай еще зенитный танк. Потому что он может сделать два камикадзе, и они уничтожат мой зенитный и обычный танк. А нет. Камиказа на всякий случай сделает. Он делает, кидая кубик, пятерочка. Делает летуна. Повезет мне. Летун уничтожается ракетой. У одного из танков перезарядка. Вот этого. Значит, ситуация тяжелая у зерга. Ракетный танк только что перезарядился. Этот атакует. И сейчас еще ракетный танк выстрелит в здание. И он потеряет здание. Он не хочет потерять здание. Если он потеряет здание, он не умрет. Чтобы победить, я вам расскажу дальше, что должно произойти. Но он не хочет терять здание. Поэтому он делает резкий страйк. То есть, у каждого, по правилам этой игры, у каждого из двух игроков, есть один шанс. Один шанс полностью уничтожить все войско противника, находящееся на карте. Один раз. Это можно использовать. Поэтому зерк делает резкий страйк. Но у меня остается резкий страйк. Он делает это, чтобы защитить свое здание. Поэтому я теряю все свои танки. Зенитный, 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 ракетный танк. Кстати, у зерка здания регенерирует потихоньку. Вопрос, теряю ли я радар? Ну, радар это здание, можно сказать. Ну, не знаю. Давайте кинем кубик. Теряю ли я радар? Выпала двоечка. Нет, не теряю. Если выпало от четырех до шести, то я бы его потерял. Итак, начинаем следующий раунд. Я делаю танк. Танк обычный. Он делает, дай кубик, единичка. Вот мне не повезло. Он делает камикадзе. Кидаем кубик с двух. Он выпала единичка. Значит, он сделал одного. Он уничтожает мой танк, влетев в него. Следующий раунд. Я делаю снова танк обычный. Он делает опять А.Р. Камикадзе. Сколько он сделал? Два или одного? Шесть выпал. Он сделал двух. Он уничтожает ими. Мой танк. Одним камикадзе уничтожает танк. А вторым врезается в радар. Ими уничтожает радар. Да, плохие дела у меня. Следующий раунд. Делаю снова. Обычный танк. Сейчас, секунду. Он делает троечка. Ох, не повезло мне. Он делает контролера. 50 на 50. Может ли он законтролить? Выпала троечка? Нет, не смог. Так, мой танк подъезжает, атакует здание. Следующий раунд я делаю зенитный танк против контролера. Уничтожаю контролера. Это восьминога. А он делает, кидаем кубик. Делает ультралиско. Вот сейчас вы посмотрите, как действует ультралиско. Он подбегает. Танк в него стреляет. Ультралиск уничтожает зенитный танк. Ударом. Мощным ударом. Он просто его подбрасывает. Разносит. И дальше подбегает раненый. Подбегает и разносит второй танк. Но при этом он очень сильно ранен. Его... Ну, можно сказать, он... Пока он убил этот танк, он был сильно ранен. Следующий раунд. Я делаю... Ну, сделаю зенитный танк, потому что у зерка постоянно... Зерка троечка. Контролер. Так... Ракета летит дальше, чем контролер, поэтому... Ракета подбивает контролера. Он не успевает законтролить. Хотя можно сделать исследование, чтобы дальность ракеты... Контролер уничтожается. У этого перезарядка. Я делаю... Он... Значит, смотрите. Мне нечем атаковать его здание. Поэтому он делает исследование для контролера, для вот этого... Осьминога, делает ему возможность, вторую способность, пускать специального ползуна, который заползает в технику и перегрызывает всю электропроводку в ней. То есть выводит из строя. И чтобы ее починить, нужно сделать эвакуатор, который починит, отвезет и починит технику. Но это сложно сделать. Итак, значит, он сделал исследование. А я делаю... Делаю радар. Следующий раунд, он... Я делаю... Танк обычный. Он делает... Двоечка выпала. Как раз закопку для краба. Повезло мне. Радар обнаруживает закопавшегося. И танк уничтожает его. Обычный танк. Так, следующий раунд. Я... В общем, сейчас у меня все в порядке. По войскам примерно так. Достаточно для меня войск. Я делаю исследование. Значит, я могу сделать исследование робототехники, чтобы контролер не мог захватывать экипаж танков, потому что им будут управлять робот, если я исследую робототехнику. Либо я могу исследовать танк Армагеддон, чтобы победить противника. Условия победы здесь, это я сейчас вам покажу, вы увидите дальше. Либо можно сделать эвакуатор, исследовать эвакуатор. Ну, я сделаю исследование танка Армагеддон в три ступени. Он уничтожает противника, если не осталось воинов. Короче, я начинаю делать супероружие. Смотрите. Танк Армагеддон строится. Построил только корпус танка. Зерк делает ультралиска. Так, ультралиск. Это плохо для меня. Ультралиск уничтожает мой обычный танк. Танк успевает в него выстрелить, но этот ультралиск ранен, и он уничтожает еще и зенитный танк. Да, дела плохо. Ультралиск атакует... Сейчас радар или главное здание. Главное здание атакует. Точнее, не главное, а исследовательское здание. Потому что вот этот слишком огромный для него. Долго атаковать. И причем он раненый немножко. Я делаю... Ракетный танк. А он делает, кидая кубик, пятерочку. Летуна. Ракетница уничтожаю этот ультралиск. Перезарядка сейчас. Летун атакует зенитный танк. Специальными выстрелами кислоты и жидкости специальной. Я делаю зенитный танк по-быстрому. Он делает... Так, не повезло мне. Аэр-камикадзе. Китая кубик. Сколько он сделал их? О, он сделал их два. Один из них врезается в зенитный танк. Другой врезается... В радар. А этот летун уничтожает ракетный танк. Так... Так... Делаю следующий раунд. Делаю... Зенитный танк. А он делает единичку. Ох, опять мне не повезло. Кидаем кубик сколько он сделал двух летного. Троечка выпала одного. Зенитным танком уничтожаю летуна. А камиказа уничтожает мой зенитный танк. Влетаю в него. Так, что же теперь сделать? Сейчас я немножко передышку сделал, чтобы я встал. Надо записать, что... Какой расплатить... Значит, у меня... Радар изучен. Изучен. У них изучен... Закопка. Глубокая. Так... Сейчас, когда приготовишь... будет. Сейчас... Радар изучен. Вперед. Радар изучен. То есть... Радар изучен. Опера... То есть... Радар изучен. Продолжение следует... 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 сделать заменить людей роботами экипаж роботами то у меня вся техника будет бесполезно в общем он вкладывает исследование вируса первую я исследую робототехнику второго уровня он исследует вирус второго уровня тоже я исследую робототехнику третьего уровня он исследует вирус третьего уровня вся живая сила у меня уничтожается и и заменяют роботы успел то есть тут соревнование идет еще по исследованию но при этом то тема в том что противник не знает реальной игре вот это не не демонстрационной версии каждый из сторон не будет знать что изучает каждый страна только только ведущий я узнать но я не буду я весь дисперс расти и так вот допустим я делаю сейчас я покажу еще вам кое-что вот и допустим делаю радар и смотрите а он делает так кого не делал всех делал делает контролера смотрите который он не может захватить экипаж танка потом или здания потому что здание теперь работают роботы работает программа и экипаж танки роботизированы это ваш теперь вместо людей роботы и на радаре тоже но он может выпустить ползуна ползун это это взято из реальности то есть во время второй мировой зимой когда были стражи сражения под сталинградом насколько я помню насколько я точнее читал про это изучал советские советские войска сбросили через парашют на танковую дивизию немцев в общем контейнер с крысами и поскольку было холодно крысы побежали сразу туда где тепло то есть побежали в танк залезли в танки и перегрызли там всю проводку всю и тем самым вывели из строя все танки находящиеся в этом месте этой местности немцев и так вот он пускает вот этого ползуна ползун заползает в эвакуатор и перегрызает там всю проводку эвакуатор выведен из строя придется делать еще один эвакуатор ну я делаю зенитный танк уничтожаю контролера делаю я могу сделать обычный танк и уничтожить свой так но зачем не уничтожить если он просто выведен из строя просто его нужно починить я исследую починку и делаю еще один эвакуатор вот еще один он отвозит этот танк назад чинит его чтобы вам еще показать зерк делает исследование здание слизь 2 вот она уже на мою территорию заходит еще большинство разрослась а я делаю армагеддон танк второго смотрите вот давайте сейчас уберу допустим вот смотрите появляется у него появляется камикадзе катится и врезается в радар именно такую цель радар смотрят расчез сейчас берем допустим в этот указан и сейчас и уберем так смотрите армагеддон первого уровня вот так выглядит так армагеддон второго уровня он достраивает достраивает ему башню зерк делает так если он сейчас сделает сниз третьего уровня то получается фактически он победит может победить меня если я сделаю 3 3 уровень армагеддона я убежду точно смогу победить зерк потому что у него нет войск поэтому зерк делает допустим закопка краба глубокая закопка у меня нет радара поэтому он атакует мой ну атакует меня в общем не важно я делаю армагеддон 3 уровня вот появляется вот эта пушка и все смотри если сейчас я уничтожу у него здание и вот этого краба закопанного то он выстрелит сверхмощной бомбой и уничтожит все все зерк всего зерк зерк делает слизь третьего уровня вот как она выглядит то есть все захвачено слизью но поскольку у меня есть войска вот смотри вот у меня есть допустим танк ракетница поэтому он не может пока что меня уничтожить что у меня еще есть войска и я его не могу уничтожить но есть тоже войска вот допустим у него пускай будет контроллер 2 у меня так ракетница зенитный танк обычный танк еще и спойлер здесь есть фугасный танк который поджигает да и счет есть подземные специальные сейчас покажу вот как он выглядит он под землю закапывается и подрывает если ему мину исследовать противника не видит и он подрывает сканка тмены в общем только перемещаться может потому что у него есть вот эти вот копайка копающие две руки и так вот смотрите если сейчас будет все уничтожено мое войско то победит зерк потому что он слизью все захватил весь мир слизь третьего уровня он развил если сейчас если сейчас будет уничтожено все войско зерга то мой танк сделать последний выстрел и уничтожит его будет победа он выстрелит ядерной бомбы или нейтронной бомбы какой который уничтожит все все всю природу вот это вот мутантов вот такая тема вот в чем смысл игры спасибо за внимание я александр алёнин тихон мышкин я делаю игры рисую в готик фан-арт по играм разным в основном по игре готика на это взрыве подписывайтесь ставьте лайки и если хотите заданайте копеечку близ и и присоединяйтесь к моим к моим играм пожалуйста у меня их десятки как минимум под сотню наверно уже скоро будет играть ну ладно спасибо за внимание